И что? Трехлитровая банка. Кто? Потому что не разбирает, я сказал. Если никто не разбирает, я разберу. Я не заказывал, наверное. Я банку возьму. Батюшка при всех говорил. Я баночку возьму. Я возьму меда в банку. Но ты заказывал? Старого. Я не заказывал, но раз никто не разбирает. Нет, только кто заказывал. А, нет. Нет, Игнатий Тихонович, мед заказывали. Когда, какой заказали, батюшка прислал, все разобрали. Это еще привез Это уже не заказано Нет, я говорю, если его не разбирают, я возьму банк Он говорил, что заказывали А я когда спросил, он приехал, я говорю, я могу взять? Нет, кто заказывает? Я отступился А раз никто не берет, я не знаю Я тоже жду, когда разберут Сейчас кто-то еще спрашивал Ну кто, покажи Сейчас подождите Давайте подождем до следующего Где ты была, Аняша? Далеко не уходи, садись вот сюда Иди сюда, садись, иди Чего ты боишься-то? Не проси, не кусается, она нормальная Игорь, не теряйте, молились? Нет Мы вас ждем Царю небесное Учитель души истины И же везде И все исполняют Сокровища благих И жизни подателю Приди, все блесянны И очищены от всяких Сверны И спаси, благослови Души наши Господи, Иисусе Христе Молим тебя Благослови наши занятия Господи, как Перед твоими ногами сидела Мария Слушала слова твои Счастливая женщина Господи, даруй нам так же сидеть у ног твоих И слушать эти слова И исполнять их Потому что Господи сказал Ты не слушающий, а исполняющий Жив будет Слава тебе За великие твои милости К нам грешным и достойным Отец, Сын и Святой Дух Аминь Аминь Слава тебе Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Евангелие от Марка 6 глава с 14 по 16 стихи Царь Ирод, услышав об Иисусе Ибо имя Его стало гласно Говорил Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых И потому чудеса делаются им Другие говорили Это Илья А иные говорили Это пророк Или как один из пророков Ирод же, услышав, сказал Это Иоанн, которого я обезглавил Он воскрес из мертвых Толкование Этот Ирод был сын Ирода, избившего младенца Как тетрарха Марк называет его царем Употребляя это имя Не в строгом смысле Услышав о чудесах Господних И сознавая, что Без причины убил праведного Иоанна Ирод начал думать, что Он воскрес из мертвых И по воскресенье получил силу чудотворения Прежде Иоанн не сотворил ни одного знамения Но после воскресенья, как думал Ирод Получил он силу творить знамения Но другие говорили о Христе, что это Илья Потому что он обличал многих А Ирод боялся Так жалок был этот человек, что боялся мертвого Вопросы? Можно? Я хотел сегодня как раз На собрании Батюшка говорил, что Сильно давят на тех людей Которые приходят Уставом нашим И так далее Но я хотел Хочу сказать, что Как бы батюшка так думает Что мы зазря людей Как бы обличаем То есть люди приходят к нам Новенькие, ничего не знающие Как бы совершенно А мы начинаем их обличать сразу Но обличение Оно всегда же полезно Смотря какое тоже обличение И вот здесь тоже про это говорится Только он обличал И уже достоин был смерти Понимаете? А почему достоин был смерти? Обличение Потому что обличение ведет к тому Что ты начнешь исправляться А по исправлению будет и наставление Вторая Тимофея Двенадцатый стих Как говорится Все писание Бога духовновенно И на все И на что оно? Для научения Для влечения Для исправления И для наставления в праведность То есть по идее-то наоборот Нужно было как раз бы тут и подхватить И после того, как человек Ну, я так понимаю Кто-то же что-то сказал батюшки Мне допустим Никто не сказал Ну вот Пришла у нас Молодая сестра И я подвел ее к уставу И поговорил Рассказал все Но она заплакала Я не знаю почему она заплакала Я поговорил Начал продолжил Я же не знаю У человека на душе что Она может быть что-то вспомнила И приятно стало Что мама у ней тоже верующая Я же не знаю почему Слезы-то приятные Я так понимаю Но это же не значит Что человек не принял этого Понимаете? А если человек не принял То почему? Значит он не хочет исправляться Он хочет быть таким же как всегда Вот когда Христос В 6 главе Евангелия Таана Людям говорил О себе Он говорил так и евреям То есть к людям Которые верующие уже А он каждому из них Имел право Каждого из них обличить Почему? Потому что они все верующие Они все за Бога Они рождены Как Захарий этот В фильме искупления А ты что нам Иуда говоришь Тут проповедь там о нас Что там мы грешники Мы же от Бога рожденные То есть мы народ Божий Понимаете? Все родился Ты уже солдат Нету такой пословицы Есть пословица Солдатами не рождаются И верующими не рождаются Добавим тоже То есть нужно Нужно Такой Жизненный К какому пределу подойти Когда ты захочешь исправляться Тебе наоборот А что такое прочтение устава? Я же Во-первых от себя ничего не говорю Поставленный я здесь для этого Игнатих поставленный У ворот Как староста Кто выходящий Он с ними может побеседовать Спокойно там Задать вопросы Или ему могут задать вопрос Так же И он должен ответить То есть тут По-моему вообще Вот устав Это первое Что должно быть на пороге Всякого дома Вот допустим Заходит Игнать Тихонович У него половичок Вот так вот лежит Вот тут на половичке Это разуваешься А туда ногой Уже не надо наступать Всем кажется Черт это такое Какая-то дедовщина А ты попробуй в тюрьме Кто был в тюрьме? Я был в тюрьме Потому что Благовестовал С Игнать Тихоновичем ходил Нам раздавали И там у людей У зэков Казалось бы Это сидящие люди Они Отбросы общества У них там строго Вот так вот все И тапочки стоят Ни один не стоит На чистой территории Все вот здесь Попробуй туда поставь Вот те и преступники Все чисто Все убрано У них там и так далее Ну может быть там за ними И бьят Но с другой стороны Наверное чистота Это залог здоровья Тоже понимаете И не только Телесная Но и в душе Получается Приятно когда нету Ничего лишнего Как у японцев Видели? Зашел Раздвинул бумажные Эти двери Ничего нету Одни в циновке И в циновке то еще Из тростника Не мягкие какие нибудь То есть все это вот К обличению ведет И обличение это Нормальное было Но оно видите До чего доводит людей Что они начинают злиться Вот сколько На Игнать Тихоновича 200 роликов поставили Почему? Он там нас Он не вас Он не хочет Чтобы вы в мир попали Он говорит о том Что Христос сказал Он вам передает Просто своими устами Был бы Христос Он бы вам говорил Но Христос Христос уже ушел Он нам отдал все это Апостолам передал Дальше священникам Учителям церкви И так далее Пророкам А теперь Чего вы боитесь А бояться Обратиться К Христу лицом Почему? Тогда поменяться надо Тогда получается Что все Что говорил Христос Все что передают Его ученики Это правда Что ты Неправильно живешь А для человека Для любого Вот в миру Это как Серпом по сердцу Как я неправильно живу Да у меня гляни машина У меня квартира Да я получаю Этот Зарплату 3 миллиона 800 тысяч В месяц Ты че это На меня А не это нужно Господь говорит Приобретешь весь мир А душе своей повредишь Какой выкуп Отдашь за душу свою А что нужно Нужно настроиться На слова Христовы Принять Принять научение Увидеть Где ты не прав Обличение все Принять на себя Даже просто от Христа Вот Игнать Тихон Часто говорит Что когда Да я это и сам знаю И по себе Потому что я был на занятиях У Игнать Тихон В политехническом университете До 2007 года Были занятия С 1991 В университете В институте И люди приходят Первый раз Садятся И у них есть вопросы Всегда И он начинает говорить И они потом подходят И благодарят его Это при мне было Благодарят Ой благодарим Вы ответили на вопросы Так вы же не задавали вопросы А вы говорили И вот прям это Ко мне обращается А некоторые чудеса Рассказывают Все вопросы Которые в душе были По порядку отвечались Понимаете Ну это Не было Не со мной было Но люди были такие Они я думаю Верующие И неправду не скажут И я сам получил Ответы на вопросы Более того Что я не только Получил ответы на вопросы Но я И себе Поставил вопросы К себе К своей жизни И я понял Что вот тут то я грешник И здесь то я не прав Ну это и Игнат Тихонович Посодействовал Когда Растолковывал Слово Божие Вернее не растолковывал А толкование читал А потом просто Комментарии делал И батюшка На исповеди Я попал к нему На исповедь А я тогда думал На исповедь попал А я попал просто На покаяние Оказалось Что я еще Не достойный Исповеди был И батюшка Мне показал Где я грешник И я это все Рассмотрел И я понял Это надо только Исправляться Принять эти обличения И справиться А люди В миру Почему так вот На Игнатих Начисляться Они Не желают Принимать обличения Понимаете А тут надо Такой настрой души А для этого Нужно принять Наставление От Господа То есть прочесть Слово Божье Не 34 страницы А вот полностью Все прочесть И тогда ты все Поймешь до конца Как Христос Пострадал за это Что он людям Говорил истину А для этого Они сразу уже Готовы его убить Иоанна Крестителя Убили сразу И тут уже и Христа готовят Видишь в этих словах Подготовка идет И Христа убить Да, Яна Крестителя Мы голову отрубили За то что он обличал Не выдержали А он Воскрес То есть еще раз Воскрес Говорит Да, ну что Девятиголовый змей Что ли Еще будет воскресать Еще Нету Теперь пришел Сам Господь А Иоанн Креститель Перед этим сказал А за мной идет Более меня Он лопату держит И гумно свое Очистит И сожжет солому Огнем неугасимым Они не поняли Но некоторые Потом поняли А теперь многие Уже Мы читаем Первый коринфян В 14 главе А апостол Павел Говорит Что когда зайдет К вам Какой неверующий Он всеми обличаемый То есть И тогда Пойдет вниз Скажет Истина С вами Бог То есть Вот я лично Этим словом Ответил Почему я решил Принять крещение И потом Прийти в эту Общину Уйти Почему батюшка Против этого борется Вот тебя обличили Ты пришел Вот сестра Тарасиля Она пришла Почему Потому что могут Обличить Резко А человек Не готов к этому Может уйти То есть Слишком много Грехов Таких Которых Ты надел И тебя начинают За них Как бы Ну то есть Укорять Да Тебе помогают Как бы А ты не понимаешь Этого Что тебе помогают Ну ты как поняла Что тебе помогают Почему ты не убежала Так я ей не укорял Я ей ничего не говорю Ну вы о танцах же говорили Не она просто спросила Вот у меня спина Когда голая На танцах Это хорошо или нет Я говорю Да вообще Православие У нас танцевать Не разрешается И все Я больше ничего Я не говорю А что Я неправильно сказал Что ли Все Давайте Ну я Ну я Ну я Ну тут Начина Я вообще Играть Обличил Через интернет Не разговаривая Со мной Я просто Посмотрел Отберите у него Деталку Совсем что ли Два ролика Кто там играет Мне доходит Чтобы прийти к вам В общем Каждое воскресенье С утра Мне лукавое ухо Поет Говорит Может не пойдешь Я говорю Да не пойду Я лучше с Богом Чем с лукавым И вот иду сюда Беру Свои ноги Иду Поэтому Хватило Вот таких Нет Так дело все в том Что у нас Уставе просто Написано Что нельзя Необходимо Да Почему Потому что Человек должен превратиться В человека И доказать Что он человек То что он обезьяна И опущенное Существует Он не доказывая Этого Показывает Но А что он человек Это доказать Надо Это я понял Что доказывать Придется конечно Обличение Это правильная штука Почему Потому что Это нас сшибает С той высоты На которую мы забираемся Якобы Имеем ноги И там Всякие связи Финансы Еще Да Удар по кордыне Он нужен Но опять же Если человек Еще как-то Остался человеком Он наверное Может понять Да И рассудить Чтобы родиться Заново Во Христе Да Или Вновь Или как Первый раз Еще не знаю Этого всего Чувствую Что я иду Правильно Поэтому Обличение На меня Так Подействовало Я думаю Для людей Это будет Полезно Услышать От того Человека Который Именно Через интернет Пришел В общем Не в рамках Какой-то рекламы В рамках Просто На рамках Совести Совести Каждого человека Должно быть Наступить Вот этот момент Перерождение В человека Именно В человека Через Иисуса Христа Что Наверное Я думаю Что это Правильный путь Каждого человека Спасибо Евангелие От Марка Шестая Глава Семнадцатого По двадцатой Стихи Ибо сей Ирод Послав Взял Иоанна И заключил Его в темницу За Иродиаду Жену Филиппа Брата своего Потому что Женился На ней Ибо Иоанн Говорил Ироду Не Должна Тебе Иметь Жену Брата Твоего Иродиада Жи Злобец На него Желала Убить Его Но Не могла Ибо Ирод Боялся Иоанна Зная Что он Муж Праведный И святой И берег Его Многое Делал Слушаясь Его И с удовольствием Слушал Его Толкование Воспользовавшись Случаем Марк Помещает Здесь Вводную Речь О смерти Крестителя Одни Говорят Что Ирод Взял Иродиаду Еще при Жизни Филиппа И зато Обличаем Был Как Беззаконник Вступивший В брак С женою Живого Брата Своего Напротив Другие Утверждают Что Филипп Уже Умер Но Оставил По себе Дочь А когда У Филиппа Осталась Дочь То Ироду Не следовало Жениться На братней Жене И после Смерти Брата Ибо Закон Повелевал Брату Взять Жену Брата Своего В том Случай Когда Бо Сей Последний Умер Бездетным Но В настоящем Случае Оставалась Дочь Следовательно Брак Ирода Был Беззаконный Смотри Как Сильна Страсть Плотской Любви Вот Ирод Имевший Только Вот Ирод Имевший Столько Уважения И страх Океану Пренебрег Этим Чтобы Только Удовлетворить Своей Страсти Ну тут Про обличение Ну все Батюшка Сказал Там Храм Строит И кто-то Моща Рефремийских Младенцев Это уж Такая Дурнина Что В первую очередь Для евреев Любое Прикосновение К любому Мертвецу Даже Живот У нас же Кошка Сдохла И ты будешь Нечисто Не прикасайся И они бы С мощами Возились Когда погибли В войну Сейчас где были Никто не знает Кто Чьи достают И не знают Тут немец Захоронен Или русский Если ни одной Пуговки не найдут А это Две тысячи Лет А тут Двадцать лет Прошло Не найдешь Ничего Две тысячи Лет Когда их Никто Не берег А зачем Зачем Когда святыни В этом нет Никакой Там и мест Этого нет Уже Ничего Ни воинов Ни государства Нет А почему А кто Придумает Это очень здорово Я был В Новоалтайском Меня просили Во время конфликта Когда они Конфликтовали За денег Здесь Война шла 95-й год Ну и Каждый Меня тянул На свою сторону А я тогда Поехал С теми Побыл А потом С этими С Антонием С епископом Ну и вот Служба заканчивая Народу мало Человек пять А тут рядом Там прям Такой ажиотаж Что такое Я подошел А что такое Да это тут Ж Это такая икона Чудодейственная Какая Я гляжу Там что-то нарисовано Маленькие дети Там в крови И все А краски напустили Ведром Раплеснули Как шимпанзи Делают Все везде Руки Ноги Оторваны Их ткнул Мечом И ушли Причем Кто-то оторван Они же не казнили Их Они умерщвляли А умерщвлять Ребенка Накачивают У тебя если ты везешь Крючком ткни И все Ничего больше не надо Нет Куски валяются И женщины Прямо плачут Я взял Сто абортов Я двести Ну Маленько Это надо думать Каждый день В России Убивают Двадцать тысяч Младенцев И никто не говорит Что неправильно Их воспитали Двадцать тысяч Каждый день Пока мы разговариваем Сейчас убивают Убивают В утробе матери Абортов Миллион А тут для детей Вцепились Сытые Обутые Одеты Нет Надо показать Да и такая жалость Там кошки на хвост Наступили Плащут Прям бабы Сидят в студии Ну Знаешь там кто Малахов вел Пусть говорят И прочее Все лицемерство Одно Здесь определенно Она делала аборт Младенец убитый И у нее убитый Значит Надо прикоснуться Как это Прикоснуться И что-то войдет Это уже чистый фетиш Дикарский Дикарский Это у Зулусов Так принято А какое отношение Ко мне Нет Вот вуды-моляках А вот Антипа Святой Ему молиться От зубной боли А я говорю Биографию его знаете Не знаю Но я знаю Что он от зубной боли Лещит То есть стоматолог Царство небесное А почему Написано Откровение Я говорю У вас раб мой Антипа Умершлен Усещен А раз голову отсекли А в голове У него и Зубы есть А почему У него ухо Горло Нос Там тоже На голове это были Вот понимаешь Нет Это и потом все А в Анифате Ну она Дворянка была А он С ней кутил Молодой Рыжеволосый Такой сильный Был Ему не надо В ягру было пить Он все Справлялся сам И вот она Размечталась А все-таки Грех мы делаем Наверное А Воня Как Воня-то много Напустили В Анифате Ну да Так А он любил шутить И она говорит Я слышал К мощам Если так Отнестись Благоговейно Принести То и от греха Отстанешь Слушаюсь Куда Иди в Рим Говорят Там казнят Он пошел Потом остановился Там где-то на бугорке И кричит ей А если меня Мучеником сделают Ты будешь Мне поклоняться Она Иди Иди Пьячушка Не смейся Он пошел Он пошел И удостоился Он пришел Когда Их в гостинице Оставил Своих Сослугами Пошел Пришел Казнит Он поставил А за что казнят Их Верят во Христа И все Все Не воровали Да нет Они не воруют Христиане Ну может Убили кого Нет Они такие Любого накормят Да как же так Он тогда Прямо туда подошел И вы что делаете Да разве же Может Это Убудь то Государство Какое Такой Кто Я не знаю Кто я такой Я христианин Он совсем не воручий Я христианин Его взяли Казнили Голову отрубили А эти То ждут Пождут Его нет Он загулял Где-то Видно Нашел Ресторанчик Завалился Теперь Ненадежно Вот Тут вобьет И все Ну Потом Ждут Телефон И работает Значит Нашли Его Говорят Какой-то Был Такой Дорого Рослый Мужчина Молодой Рыжеволос Ой Как он Говорил Начальству Говорил Дураки Да что же Вы делаете Это Граждане Настоящие Польза То Какая Одних Его Усихли Нет Наш Нет То Только Леба Где-то Бабы Были Там Зальется Его Не найдешь А потом Говорят Да вон там Вытащили Бросили Их Не хоронят Даже Собаки Едят Собаки Они Подошли Похожи На нашего И лапки Наши И волосы А голова Голова Говорят Подошли А голова Отдельно Он увидел Подмигнул И засмеялся О чудо То ли было То ли не было Так написано Они его Подцепили И домой Утекли И она Встретила И дома Его хранила Набальзамировала А теперь Пил Так бабки С ума сходят Когда его память У каждого По два сына У его пьяницы Уж они там Несут Свечки Батюшки Святого Ванифатию Вот у нас Володя Пенкин Ходит А где Надежда Васильевна Была Сейчас тут А за ней Пришли там Кто пришел Она очень Шустая Ликерия Была Очень шустая Ричкунов Ликерия Крадок Теперь уже Относится Его Он родился На Ванифате Он посидеть Скорбит Владимиром Назвали А князь Владимир Пил На Руси А у меня Манифатим Назвали бы Он Володя А Володя В этих А Володя Вообще нету Если отец Владимир Получается Это же президент Владимир Владимирович Ну нельзя было Назвать Владимир Васильевич Или Епифани Махридович Ну нет же Этого Ну и все И вот теперь Бабки Млеют Прямо Ой Я однажды Так вот Приезжаю С Новосибирска Что там было Я не знаю Меня вызывали На свидетельство Прихожу домой Надежда Васильевна Сейчас кажется Варя Шитикова А у нас гость Какой гость А он за шторками Глядать Юрейщик Такой Я бы так Накормили хоть Накормили Так он говорит Рогалики Сказал Люблю Рогалики Продаются Там еще В них нету Нету Рогалики Да я их во сне Не видал Думаю Надо же И завалился Спать на кровать На палате Надо было Но я поговорил Маленько Чем занимаешься Ну я целитель Врач От чего Лечишь От алкоголя От алкоголя Так ты не ванифатий Нет Я другой А другой Это бывает Когда бес Одного Зажмут Я не его Я брат Его Ну я говорю Так я у патриарха Лечил Даже там Поп Запился И патриарх Знает Да А что Даешь Ну у меня Лекарство Есть такое Так а может Это отрава Какая Ну не так Отрава Говорит Его прямо Закрутит Как веревку Как надо Ну я другую Таблетку Дам Его раскрутят Таблету Понимаешь А мы в это время Работали дворниками В Пахровском Соборе Пришли туда Работать А он никаких Работать не хочет Никак Ему рогалики Надо А теперь Когда мы кидаем А снегу Полно Я кидаю На что Проворное Вижу Никак Я-то зашел К нему И говорю Выйди-ка Покажу А у меня С собой Портрет Луночарского Он на него Похожий А я взял Вырезал Его И с собой Взял Я говорю Ты случайно Не разыскиваешь Семью Луночарского А тут Приходит Там Говорит А темновато Я говорю Ты не твой У нас назад Я говорю Если только ты То тебе Тут Ничего не будет А я его Потом Через ограду Так он через ограду Сиганул И по сей день Где-то Закручивает его И выкручивает Так бабки Даже его искали Облепили Со всех сторон Привыкали У той Пьяница Муж Пьяница Дед Пьяница И к нему Он все деньги Берет И берет И таблеточки Дает И пришлось Уже Арфемия А что такое А он был Воин Такой Увера И Юлиана Сильно Обрещал Его Главное Взяли Камнем Удали А потом Сверху Положили Глыбу Камни Сбросили У него кишки И он не умирает Кишки Арфемия Так у меня как раз Кишки и болят И православно По такому методу Они там Устроили свою Краевую Небесную больницу И теперь смотрят Кто терапевт Кто что Самый Больше всего Знают Лечить не могут Терапевты Знают лечить Но не могут Вылечить А есть Которые лечат Но не знают Как лечить А все равно А это хирурги А есть люди Которые знают И знают И могут Но ничего не делают Психиатры А еще Есть Которые говорят И не знают И не могут Кажется Так да А кто это Ну а эти Трупы режут Которые Не Знают И могут А могут Да Но клиенты Поступают Слишком поздно Татьяна Татьяна Великомученица Покровительница Студентов Варвара Ракетных войск Татьяна Никакого отношения Не имеет Это у Шубанова Любовница была Татьяна Это по ее В честью Да Он министр образования Там еще Они же рисовали Рисуют А кто Лев танцует Анафема И рисуют Ваду Мученица И два Танцова Нарисовали А Лермонтов Еще на борту Стоит Так маленько Маленько Свалится Рисылки были Так что Православие Очень мудрая Религия Очень мудрая Жизненная Прям все захватывает Масленицу Тоже Когда смотришь Анафема Даже фильм Поставили Куприна Видел Анафема А? Яма Или как Нет Анафема Куприна Написал Анафема Один Который Дал С Прототиаконом Прототиакон Огромный Такой Когда Кричал Дом По не Ходило Эти Безделушки С Зенеби От Волоса Один Студент Ему дал Про казаков Считал И как Тот пальцами Взял Бабочку А вот Любитель Прям Млеет Все А в это Время Вышел Указ Анафема Ему Архиерея Спустил И говорит Анафема Льву Толстого Синод Уже Принял А поют Мальчики Тут хор И показывают Мальчики Стоят Он подумал Кому Анафема Что же Делают Да тут Надо Многое Лето И когда Стали И к Болярину Не боярину Болярину Льву Толстому Анафема Он только вздохнул Больше Многое Лето Как все Многое Лето Многое Лето Многое Лето Там И архиерея Чуть В оборот Палка Ну его Сразу Выгнали А попадя Идет Рядом Говорил Нажрался Зимки Залил Вот что Теперь будет Выгонят Она говорит Как всегда Ух Тихо Согнулась Пошла Анафема Анафема Пропеть хотел Лето Толстого А он всю ночь Считал его Казаки И прям полюбил Лето Толстого Вот так Вот это Анафема Заставляет Петь Друг против Друга Нет А я Многое Лето Ему Проповедую Все В Томске Были Зашли Католический Племянник Меня зовут Католический Храм Костел Называется И батюшка Там Отец Андрей Это Андрей Познакомились С ним Такой Простой Я ему Подавил книгу Крестному православию Утром пришли Это вы сами Написали Ой-ой-ой Какой труд большой То есть он понимает Они очень грамотные А мне выезжать Я тогда подошел Говорю Отец Андрей Благословите Мы выезжаем А у них Не так благословляют Он руки мне на голову Положил Вот так вот Ну и Благословил А я Марку сказал Ты засними Все Когда вернулись Из поездки Все благополучно А так как раз Ехали Кажется Мы В Португалию Скандинавию Прибалтику захватили Все А теперь Выставить Не выставить Вот я выставлю Будет же нападки Я тут советовался Еще вот здесь В этом помещении Пришел Ролик у меня Закачен Только замок Сейчас сниму А что они мне Сделают Попы Ничего не сделают Патриарх Встречаются с католиками В Гаванне Встречался С Франциском Ну вообще Патриарх Кирилл А я что Я на своем уровне Встречаюсь Была не была Я там поставил Раз на два Вякнули И больше нигде Нет Повезло А что я сделал Плохого Вот вчера выступал А там не вчера Раньше Отец Андрей Ткащев Ну я говорю Иду дорогой И называется ролик Я никого не боюсь Назвал он так ролик Никого не боюсь А за что За то что он приходит Я тебя шел Говорит Ты в католический Храм зашел И зашел Помолился Иду мимо Мусульманская Мещеть Я зашел Помолился Ну еще теперь Еще я должен Как вроде Не сказал Что старая бряца Взять Евангелие На крыше сидеть Только там Прятаться Чтобы никто не видал Я свободный человек И то что вы отнущаете Я вас не боюсь Отец Андрей Ну все Я скажу Что правильно Он ничего не сделал Он не сказал С ними молятся Он отдельно зашел Я вот в Америке был Приезжу Я сразу Стоп А едем Я на машине Много ездил Гляжу Дом такой Стоит Я говорю Это что А это масонский храм Масонский храм В глаза не видал Я говорю Стой тогда Я то сошел К нему Подошел Он закрытый Ну я в окошечко Уцепился Подтянулся Посмотрел Обыкновенная комната Даже беднее Нашего Трапезной Ничего там нет Ну когда принимают Они видимо Там украшают А тут ничего нет И фон нет Ну и до свидания Поехал Но я соприкоснулся С тайной Ухватился За подоконник Вот я сегодня сказал Гонят это плохо Но в этом хорошо Надо рассмотреть Без боли Божьей Это не делается Что тебя туда не тянуло Ты понял Это к ним Я пойду туда Ты просила Есть где-то Они тебе накормят Вот сегодня Зины не было Она бы сказала И бережайся Шайся Дуби шули Переводится Я говно Но виноват Перевод такой Другого нету Когда я Зине позвонил Я не поверил Что такое написано А она преподает Немецкий язык С ребенком была сегодня Это которая В Алтавском государственном университете Ну это знаете Это человек говорит Я как вот Ну как сказать вам Как навоз Я говорю Может и дерьмо Ну да Я говорю говно Она думает Это не культурно Но по-другому Она не называется Экстременты Назовем Да Вот В библии написано Помет Но помет Это укурис Афедрон Еще А? Афедрон Афедрон По церковно-славянски Ну а в самой библии Это помет И помет человеческий Доверблюжие седла Будет лететь Вот сколько будет от страха Доверблюжие седла Это не третьи езры Аминь Ну вот в любом месте Ты считаешь Все применяй В Библии Как это Войду я туда Или не войду В эту статью Давайте Про танцы Евангелие от Марка 6 глава С 21 по 29 степи Настал удобный день Когда Ирод По случаю Дня рождения Своего Делал пир Вельможам Своим Тысяченачальникам И старейшинам Галерейским Дочь Радиады Волшла Плясала И угодила Ироду И возлежавшим С ним Царь сказал Девице Проси у меня Чего хочешь И дам тебе И клялся ей Чего не попросишь У меня Дам тебе Даже до половины Моего царства Она вышла И спросила У матери своей Чего просить Та отвечала Головы Иоанна Крестителя И она тот час Пошла С поспешностью К царю И просила Говоря Хочу Чтобы ты дал Мне теперь же На блюде Голову Иоанна Крестителя Царь Опечалился Но ради Клятвы И возлежавших С ним Не захотел Отказать ей И тот час Послав Оруженосца Царь повелел Принести Голову Его Он пошел Отсек Ему голову В темнице И принек Голову его На блюде И отдал Ее девице А девица Отдала Ее матери Своей Ученики Его услышав Пришли И взяли Тело Его И положили Его Во гробе Толкованием Пир Что знают Писание Писание Игнатия Тихон Щелапкин Знать Писание Нужно И умом И сердцем И послушанием И исполнением Во всем Доверяясь Богу Писание Обладает Особым Свойством Очищать Отрезать Ненужное Разбивать Упорное Прокеремия 23 глава 29 стих Слово Мое Не подобно Ли огню Говорит Господь И не подобно Ли молоту Разбивающему Скалу Знать Писание Нужно Так Чтобы Ни одно Место Библии Не противоречило Другому Ибо Автор Всей Библии Бог И вот Здесь Нет Ничего Выше Православного Толкования Знания Толкования А вы видели Как это Экранизировали Вот это место Какой-то Фильм Соломея Когда Танцует Она Когда Танцует Она Да Видел Видел А что Вы хотели Ну Она Красивая Я даже Вообразить Не мог Что Так Могут Танцевать Она Сгибается Молодец С ума Свела Я Зато Молись Ирод Чтобы Второй Не стала Плясать Иначе Пойдешь Нищий Но половина Отдал Вторую Половину Отдаш У тебя Ничего И нет Полцарства Охо Как он сидит Рядом И сидит А там Ведьма Рядом С ним Незаконная Жена Танцевая И как Сделано Как озеро Так Мрамором Все Блестит И она Одета Там Разная Разная И как Она Избивается И спадному Покрываю Себя Сбрасывает А он Так Успевает Смазет Там Наконец Она Скидывает Почти Все И вот Так Падает И раскрывается Перед Ним Где-то И он Прямо Весь Ну Видно Что Платолюбивый Это Уже Все А она Рядом И не Просто Что-то Где-то Перед Ним Танцует Это Означает Что Имеет Доступ Там Толкование Это Дается Какое Она Имеет Большую Власть Если Он Ей Это Говорит Проси Чего Хочешь А дрожит Весь То есть Она Не только Голову Отдала Его Она Себя Отдала Ему За Этим Что Было Дальше Ему Не голова Нужна Была А Удовлетворение Своей Похоти То есть Она Как Женщина Была С ним Она Где-то Была И близкая Близкая Знакомая С Римским Каким-то Я Не знаю Не Центурион Только Был Где-то Князь Прям Подал Заявление Бывает Немцы Когда шли Бывает Немка Попалась Один В поле Воин Она Немка А вот Природная А она Местная Пришел Убить Кузнецов Николай Иванович Кузнецова Это было В другом Месте Было Ну И Он Подал И Пришел Ответ А С Ей С ней Уже Все И Вдруг Ответ Он Не Ожидал Его Дядя Там Где-то В Сенате И Говорит Не Надо За Ней Ничего Нет Он Царь А Она Шлюха И Она Письмо Услышала Все Это Дело Отправила Домой Это Сразу Собирает Слуги Там Все Мерблюды И До Свидания То есть Она Никакая И Дядя Который Римлянин Он Правильно Сказал У Ей Больше Ничего Нет Как Крутить Задом И Вот Тут Она Показала Все Как Она Может Не Это Я Не Знаю Ну Кто Моду Это Дает Черт Спортсменов Так Одеть Ни Одна Мусульманка Никогда Ни За Какие Миллиарды Не Будет Делать То Что Сейчас Возьми Вот Шарапова Вот Которая Играет В Теннис Она Она Полностью У Все Открыто Все Да Еще И Трусы Сползут Пишут Там Вышла Замуж Поехала Там Что Бедное Деньги Большие Платят А Эти Которые Назначают Моду Она По Другому Не Может Тот Которые На Коньках По Льду Катаются У Них Тоже Форма А Мужчина Мужчина Как Мужчина Одет Длинные Брюки Писали Мусульманским Женщинам Какие Вы Счастливые Как Вы Одеты Как Сама Мужья Обращаются С нами Что Сделали Нас На Такое Поругание Посоробление Выставили Я По Другому Не Могу Вот Сидят Она Вот Так Вот Вырезана Даже Сейчас Вот Так Вот Ну Зачем Так Горлышко Вот Горлышко Это Воротник Ворот Где Поворачиваешь Головой Должно Ну Сидит Королева В Великобритании Там Сидит У нее Вот Так Вот Платья Вот Так Тут Жабов Так Все И вообще Не видно Кто Это Мешок Какой-то А Королева Елисавета От Королева Говорю Царист Елисавета У русских Сидит А на Двух Плечах Только Держится Только Пышная Фигура Вот Так Вот Во Дворце Устраивались Там Танцы И Другие Должны Подражать То есть Они Развращали Людей Бога Не знали Совсем И вот Бог дал И поэтому Проклятая Советская Власть Все Правильно Вы потянулись А зачем Туда К ней Плохо Вам на Работе Плохо На Учебе Ты Зачем Тянешься Они Тебя Преследовать Будут Давить Вы Фильм Смотрели Называется Детки Деточки А Зарядите Деточки Так Это Деточки Вот Я по заголову говорю Кто видел Фильм Этот Не видел Так Скажи О чем Слушайте Внимательно Вас касается Деточки Там Один Учитель Организовал Банду Вот этих Деточек Которые Мыстили Возраст Да Дети Детям Это Ну Возраст Лет 12 13 Наверное Я не видел Я после Спрашиваю Деточки Возраст Так Какой Первым делом Возраст Надо То Бывает Ты 17 Девушки Преступников Не Преступникам А Которые Касались Детей Вот Детский Сад Детский Сад Там Какой-то Директор Один Подходит Она Перед Нем Так Мне Двух Девушек Шести Восьми Лет Она Значит На Наш Двух И Он Когда Выходит Она Разевает А Он Учит Ножи Метать Сразу Из-за Куса Летит Мещ Прямо В Сердце Ему И Они Такой Ужас Набили Ничего Не Могут Делать Поймать Дети Дети А Тот Который Преподает Им Он Сам Во Все Приемы Знает И Такой То Сказал И Теперь Все Идет По Вокзалу Сказали Идет На Вокзале Они Прямо Посреди Вокзала Его Окружают И Режут И Все По Телевидению Показывают Говорит Фильм Одно Время Запрещали Этот Дети Одного Отец Был Полковник Милиции Или Что-то Он Как раз С ними Вместе Был С Ребятами Это Порешили Так Их Не Брать Не Рисовать А Расстрелять И Никак Не Могут Взять Они Узнают Где-то Наркотики И Там Наркотики Приходит Парень Там Лет 18 Видимо Предупредили Его Заранее Он Продает В школе Наркотики Они Со Всех Сразу Зарезали За Ноги Как Падают Вытаскивают Выбрасывают И Опять Никого Нет Никто Понять Не Мог Что Дети Да Никто Не Знает А Потом Когда Их Начали Взять Никак Не Могут Они Ни На Что Не Смотрели Узнали Такой Дом Большой Цыгане Или Что То Он Говорит Вы Смотрите Здесь В Окно Сам Пошел Узнал Когда Приходит Что Заложил Там Подрывное Устройство А Там Когда Приехали Оно Как Рвануло И Деточки Посмотрите Вас Могут Вами Торговать Вы Пойдете Туда Я Сделал Вывод Если Человек Верующий Тогда Все Объяснимо Но Если Не Верующий Отец И Детей Учит Быть Скромными Учит Быть Интеллигентами Он Преступник Ты Должен Дать Ответ Не Жале Никаких Средств Сделай Таким Чтобы Руками Ногами Оперативный Пседоним Показывает Дедюшка Александр Его Никак Ни с какой Стороны Не возьмешь Он У них Тренировался Учился Если Верующий Тут Все Понятно Бьют Меня Убивают Поставщику Тогда Ничего Мне Не надо Но Я Тебя Как Зрать Мотят Тима Там Зашли Где А Там И Ребята Тушат Шторы А Эти Ложатся Загаляют Зады Свои И С кем Совокуплялся Она Не Знает Они Головой Адувальщик Назвать Тигром Адувальщик Она Забеременела Не Знает От Кого Они Никого Не Видят И Парни И Не Видят Знают Нащупал Кошка Есть И Особенно Они Не Знают Что Я Сидел С Одним И Он Не С Одним Это Следователь Говорит Сейчас Говорит Веду Дело Рубсовский Она С Нем Ему Счастья Не Принимала Никак Они Захватили Затащили В Подвал Девки Держали Руки Ноги А Другие Насиловали Они Растянули Я Говорит Нигде Не Считал Такой Я Как Мы Мало Того Еще Это Сделали Наверху Мощились Ей Лицо И Она Не Выдержала Седьмого Этажа Бросилась Разбилась Это Ждет Вас Повторяю Это Ждет Людей Которые Бога Не Знают Потому Что Власти За Этим Не Смотрят Я Ссылаюсь На Фильмы Государственные Они Не Знают Ни Бога Ничего Нет Ворошиловский Стрелок Тоже Об Знают А Теперь Что Делать Конечно Если Пожаловался Тебя Бьют А Ты Пожаловался Житья Уже Не Будет Никакого А Заложил Убрать Его А Видели Фильм Класс Класс Называется Обыкновенный Класс Просто Один Класс Там Деточка Тут Класс Это На Документальной Основе Это Было В Эстонии Там Парень Самый Большой У них Класс Восьмой Или Дебятый Уже Большие Ребята Все Депки Но Они Не Подчиняются Двое Школа Они На Берег Вызвали И Начали Им В рот Толкать А Другой Один Снимал Все Это Дело Ну И Когда Насмеялись Девчонки Хохотали Класс Целый Вывели Они Вернулись Домой Отца Ружье Стянул Винтовку И Другого Товарища Договорил У меня Пистолет Есть И Договорились С нами Так Сделали А Нам Житья Нет И Они Пошли В Класс Когда Заходят А Ха Ха Идут И Они Начали Расстреливать Особенно Тот Который Натравливал Такой Хам Несколько Выстрелов Бежит Тот Бац Падает А Теперь Они Договорились Как Застреляем Туда С самого Семя Застрелить Каждый Один Застрелился А другой Нет И Он Остал И Теперь Лежит В больнице Один Парень Который Он Ранил А Девчонка Одна Узнала Что Он Снимал И Она Пришла Кому Денис Ты Снимал Ну И Что Я Возьму У тебя Его Да Кто Тебе Даст А Он Взял Перекачал На Другой Она Проникла В дом Слышку Да Который Парень В больнице Лежит А Он Не Участвовал Но Все Снимал А Отец Следователь А Девка Пришла Там Книжки Взять Той Другой И Телефон Стянула А Там Уже Этого Нет И Она Дала Просмотр А Его Отцу Он Посмотрел Там Еще Нет Ты Смотри А Тебя Будет Где-то Она В Сним Стрятал Ну И Когда Открылась И Пошла Сейчас Второй Третий Пильм Идет После Действия Как К отцу Относились К отцу Которые Расстреляли На Документальной Основе И Особенно Когда Заходит В Класс Тащит Он Прямо Даже Не Скрывайте Как В Руки У Него Это То Обрез Сделал Или Что Ты Как И Начинает Пулять В В столовую Заходит В столовую Да И Сколько Скольких Убили Они Не знаю Сколько Хотя Вы Вышили Эти Фотографии Убитых И Этого Который Натравливал Одна Подошла Учитель И Усторвала Оттуда Он Все Устроил Всех Настравил А Учитель Перед Нем Она Не Верила Дети Я Скажу Что Я Много Преподавала Но Бывает Какой-то Человек Не Неадекватно Это Бывает Один Но Чтобы Целый Класс Травили И Такие Мерзости Делали Заплакала Я Ваша Учительница Как Я Вас Учила А Боги Ты Не Учила Так Это Эстония Там Еще Храмы Открыты Были Там Патриарх Алексей Служил И Фильмы Которые Я Уж Не Говорю Про Зону Зона Фильм 50 Серий Что Она Показывает Рассказывает Даже Из этих Фильмов Можно Многому Научиться Пошли Нам Надо Счетелем Быть Дома Обшать Занятия Я Называю Фильмы Посмотрите Детям Очень Полезно Да Это Всем Полезно Евангелие От Марка 6 Глава 30 По 33 Стихи И Собрались Апостолы К Иисусу И Рассказали Ему Все Что Сделали И Чему Научили Он Сказал Им Пойдите Вы Одни В Пустынное Место И Отдохните Немного Ибо Много Было Приходящих И Отходящих Так Что И Есть Им Было Некогда И Отправились В Пустынное Место В Лодке Одни Народ Увидев Как Они Отправлялись И Многие Узнали И Бежали Туда Пешие Из Всех Городов И Предупредили И Собрались К Нему Я Вот Еще Комментарий Не Дочитал Игнать Тихон Человек Меня Перебили Живой Писан Перебил Можно Дочитать Просто Одно Предложение И Вот Здесь Нет Ничего Выше Православного Толкования Когда Фифилак Говорит Что Они Иудеи Думают Что Знают Писание Знание Толкования Удержало Бо Миллионы Людей От Уклонения Сектанства И То Что Люди Не Знают Таинственного Смысла Священного Писания Виноваты Только Священники Не Проповедующие Слова Истинные Вот Тебя Церковно Славянский Тут По-русски Смысла Не Говорит Еще По-церковно Славянски Да Кратуют Еще Главное Толкование Вообще По-другому Да Даже Когда Писание На Церковно Славянском Толкование На Русском Я Не Мещается Даже Я Знаю Русский Тех Я Зашел Матфея 22 29 Дает Ответ На Все Эти Заблуждения Один Стихи У Нас Звучить Матфея 22 29 Откройте Не Знаю Силы Божьей Не Знают Писания Силы Божьей Да Вся Причина Об Этому Заблуждаетесь Не Знают Писания Силы Божьей Все В Писание Знаешь Все На Место Да Как Бог Сила Божья Он Сказал И Саяв Саяв Природа Сделана Природа Если бы Она Трудилась В одном Направлении Постепенно Хвост Исчез Лягушки У Ящериц А потом Ну смотри Слон И Медуза Что между ними Общего Ух ты Клетки И В Клетки И В В Клетки У Них И Главное Что Допустим Лошадь И Корова Ну Пример Рассказать Но Нигде Нету Промежуточного Звена Ни В Раскопах Нигде Человек Обезьяна Обезьяна Есть И Человек Есть Наши Скелет Академик Верхов Немец Он Доказывает Взято От разных Животных На расстоянии До 2,5 метра Кости Лежали Он Археолог И Все Нарисовали Согнулся Сорала Питер Это Мы Против них Такие Вот Пятикантроп Игнать 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 Главное Сейчас У них Пятикантроп Пятикантроп А потом Человек И Вот Они Ищут Промежуточный Полупрямой Такой Как я Взгляд на Ельцина Похож Тюремный Начальник Наоборот Мы Против них Никто Какие Они были Сильные Дорога Аптек Ни одного Не было А они Жили И жили Не 2-3 Дня А Постоял 969 Лет Вань 969 Так Надоели Б Они Тебе Эти Которые Ладно Что Думаешь Короткая Жизнь Отмаюсь 969 В 10 раз Умножить И тот 96 Половина А 96 Это уже Долгожительство А в 80 лет Моисей Только Пошел Выручать Народ Божий 40 Это В пустыне 120 Не надо Поддаковать Подумать Да Да Они Выглядели Молодо Были Здоровые Кто Додумался Мне написать Сегодня Что Такое Это Брось А Я не стал Говорить Тот Татьяна Казминевна Она такая Реально Ставит В плане Постоянно Причем Мне Это Не надо Судебно Психиатрическая Экспертиза Возили Он Сделал Большое Дело Изнасиловали Малолетку А Начальник Деньги Дает Что Сделать Ему Что Он Не 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 Мне Нужно В суд Сказать Людям Правду Как Так Вы В суд Хотите Конечно Пожалуйста Первую Следую Все Броси Я Мне Надо Выйти В суд Ну Тогда Написали Характеристику На свободу Отпускаем А Другому Напишут Характеристику Такую Плохую Такую Характеристику Даже В тюрьму Не Примут Игорь Треть Ну Чем Какой И В Армию Не Я ребятам говорю, давайте смотреть, что мир Бог допустил к вам коснуться. Почему? Ну дальше ты рассуждайте. Господь не хочет, чтобы вы любили мир. Дружба с миром есть вражда против Бога. Вражда. Иахова 4.4. И такие люди называются прелюбодеи, развратники. Вам надо это? Просто скажи, да я что, с ума сошел, что я делаю? Я с тобой разговариваю. Глазами водит по сторонам. Ребята, там смеяться не будете. Я с преступниками боялся подходить. На койку не сядет даже. За этим смотрели. А вас танки немецкие попрут. Под чирками сделают. Размажут. Вы маленькие, еще не знаете. Да бывают маленькие, крепкие. А вы в мир тянетесь. Но мир тебя будет хватать. Я говорю, у меня была девчонка одна. Маленькая она была глуховатая. И она читает Писание. Как в свободное время она открывает Библию, считает. Так ребята-то они все везде. Девчонок нельзя трогать. А все равно хоть на таком. Я говорю, я тебя люблю. Я ему говорю, ты ее зачем ударил? Он говорит, кирпичом тебя ударил. По той причине кирпичиной по плечу. С тобой познакомиться я хочу. Я зато тебя ударил кирпичиной. А к ней даже никак. Не читайте. Они за стола опять пошли. Ее никто не трогал. Я делаю дурой познакомиться хочу. Никто. Это письма-то называется «Первая иллюстрация проверка». Я на костре стал считать. А кто такой написал? Как написано-то? Ну один пишет. Баба, здесь все плохо. Кормят плохо. А дети письмо-то считают привезти. Да врет он! Кто это говорил? Это наверное Илюшка говорил. Солнце плохое здесь. Солнце плохое. Утро плохое. Тумань плохой. Вода плохая. Все плохое. И не было. Окровально пишет. И едет. Хорошая баба. Хорошо. Это хорошо. А эта девчонка написала. Когда мы приехали, погода была не особенная. А потом так засияло солнце. Такая красота. Баба. А здесь начальник. Ему 70 лет уже. Так он на велике гоняет и догонишь его. И все рассказывает. А на костре начали считать то. Все. Ну кто это сказал? Кто? Она сидит рядом в просе и никто не может узнать. Девчонка такая была у меня. Тоже красительная. Ну я говорю, что можно тебя назвать то кто-то? Ну ладно. И когда все на нее. Как они вокруг ее отношения то изменили все сразу. О которой бывает что-то девчонка обидит. Я говорю, перед строем выставлю. Я говорю, посмотри на нее. Ну ты же глупый. Ты же понимаешь. Лет семь пройдет, ты винтом вокруг нее будешь ходить. Ну. Да ты сейчас оцени ее. Сохрани. Защищай. Не понимаю. Да так. Беречь надо. Чтобы познакомились. Поехали. Заслушался. Вася больше не кормить. Сейчас договорились. Он обманул меня. Опять обманул? Обманул. Поел и пошел. Чтобы дойти до дома. Вася одень сейчас только еще. За пять часов тебя разве нет. Я пойду. То есть ему это не надо. Я говорю, если ты ешь, заплати. Он ни то ни другое не сделал. Поел сразу рюкзак. Больше не надо. Как только поел бы права же дверь запирать. Нет. Не надо. Он наглый и наглый. Не как поел, а как закончилось сразу. Ну я у него печь ездил. Яблоки растут. Мороз ударился. А все. А когда надо, я подойду, сорву. Ну как же это? Идиот. Я в роли посмотрел. Я уже купил. Я подошел и рву. А что ты не рвешь? Ну когда надо, я подойду, сорву. Сорвать готовое. Дрова готовое. У него в комнате сколько было градусов? 16 минус. Минус 12. Попробуй поспи. Минус. И дрова лежат. И затопить лень. Так Володя, когда ему дрова привезешь, уже нынче я ролик смотрел. Он ему говорит, Володя, возьми яблочки. Я так и обомлел. Думаю, Вася, меняется. Да надо же, господи помилуйся. Сам яблоки Володя предложил свои. А там правда где-то ездил. Володя говорит, где-то там есть. Мне на днях предложили. Нет, нет. Как только отсюда по мосту по главному ехать, по мосту по главному ехать и сразу налево. И там полу облепихи не убраны. Потому что она более мелкая, чем садовая. Я говорю, неужели не выбрали? Не выбрали. И меня берут туда. Может завтра. Сейчас будет проехать, посмотреть. А машины все время там стоят. Я подхожу здесь и смотрю. Я не забыл сказать. А где там? Голова. Забыл. А я мороз наберет? Понимаешь? Я каждый день подхожу. Выхожу, вот улица. А тут железная дорога у нас идет. И через ограду смотрю. А тут протока, рукав. И он около больших домов заканчивает. Тут все эти катера были. А сейчас их корректировки нету, вывели. А они, оказывается, расширяют пирс. И навалили всякого-всякого там обломки плит. И большой бундойзер туда возят и сталкивают. И уже прям выравнивают. Но я думаю, что они хотят пирс расширить. Нет, говорит. Это дело для того, чтобы начать здесь строить такие же высокие дома. Ну вот так будет вдоль. Вдоль вот этой вот дома будут. А мне зачем это? Не знаю. Одеваться некуда уже, все. Да тут и оно. Значит, надо помнить об этом молиться. И мне кто сказал, первый, Миктор Андреевич, а ты-то откуда знаешь? А пошло уже все. Это ясно прям. Там когда туда заезжаешь, я там езжу. Мы с Мариной ехали. И прям проехали. Я говорю, Марина, а что тут тут же здания были? Краны какие были здесь. И прям видно, что улица сюда идет. Я говорю, ну видишь, дома-то продолжаются. Прям вот эти. Большой дом огромный. И сняли только что забор. И сейчас следующий уже начали. Уже будет вот напротив, доискосок нас. Скоро из окна выйдет. Скоро из окна выйдет. Если меня колупнут. А, так нет, нет. Сюда-то они идут, они вот тут идут. Я знаю. Интересно. Вот этот горный дом. У него что-то там делает такое. Столбы такие есть. Ночью голые бабы лазят по ним там. По столбам, по этим. По шестам, по этим. Ну. Шестовички называются они. А он Грузин. Шестовики. Фамилия его Данелия. Данелия. Так он помер же. А? Он же помер. Да тут и оно-то. Когда сказали, что он расширяется. Вот эти дома будут. Я сразу сделал запрос в городскую администрацию. Мне бумага пришла. Никто еще не знает-то. А я вот сегодня приезжаю. Он из-за одного умер. Теперь все остановилось. Кому досталось. И куда-кто. Кто свет с этого столба. Кто там заслыл. Ну да. Там что-то другое началось. Это точно. Он мне задал загадку одну. Я не мог разгадать. Да? Он говорит, есть одно государство. Одно только. Где евреев никогда не гнали. Я говорю, ну как не гнать? Не может быть. Такие пакости делают. Это всегда гнали. Не гнали. Я говорю, в Грузии. Я так подумал. И правда. Ничего не знаем про это. Я поехал в Грузию и спросил. Нет, говорит, никогда с нами вместе живут. Испания, Португалия. Там всякие вот эти Польши. Везде. Везде. Где бы они ни были, везде гонения. Везде были гонения. У нас еврейка была. И Швеция. Я говорю, ты напиши, за что гнали. Ну Тараса Бульбу вспомни. Ну да. Они в долг взяли у Попа. Шинкари. Он не отдал. Они на храм повесили за. Буха люди приходят молиться. А кто-то вот этот жид закрыл. Они говорят, что я под него подписался. Ипотеку взял то, под храм. Да Тарас Бульба это шинкари этот, как он его заступился за него. Шинкари это все. Ну. Давайте поехали. Там страны евреи. В храм не пускают. Давайте пойдем. Запорожь что-то. Ну. Избавим от жидов. Бей жидов. Спасай Россию. Потому. Вот когда говорят страна. У меня ни с одной страной такой приставки нету. Как скажем Грузия. У меня впереди слово. Само выскакивает. Благословенное. Всегда. Еще не знал еще. Самая благословенная страна. Какие я знаю. Может за то, что они не гнали народ Божий. Знаете у них там что всегда мне нравилось. Симфонировало. Они за столом. Грузины. Мужчины. Поют. А они поют молитвы. Оказывается. Красиво так поют. Как-то разу грузины поют. Да. Только они. Больше никто так не поют. Только по-моему и не сидят. На несколько голосов прям. Ой. Ой. Здорово так. Меня приглашали туда. Хотели рукоположить. Благословенное. Я в Москве пошел искать учебники грузинского языка. Ну. Обстановка изменилась. В России. Они буквы такие. С червяками. Вот так. Не прочитать. Хоть по-английски и испански я могу промыщать. А ты даже мыщать не знаешь. Не знаешь. Это точно. Червяками. Ну поехали. К толкованиям. На слова. А апостолы пришли к Иисусу. Кто забыл. И. 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 бог 1 тимофею 518 ибо писание говорит не заграждая рта увала молотящего и трудящийся достоин награды своей словом молотить означает говорить проповедовать не просто заниматься требами которые уводят людей от истины не дают видимость какой-то работы 1 тимофею 517 достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь 1 тимофею 517 достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем которые трудятся в слове и учении не в требах и мочении слове у лака фистах и в отливаниях молебенном счет крещениях вине мочениях младенцев трудятся так не заграждай рта увала молотящего мне мысль пришла сейчас сидел никто не разбирает мед давайте баночку скинем все у меня больше нету и баночку ребятишкам отдадим а вы дома на ночь по ложечке небольшой а у них есть вот у меня 200 рублей надо до 1000 набрать по малейку рублей по 200 скиньте давайте после занятий это в молитву на это же вот местный углей положил еще 400 у нас занятий это скинемся ты дадим им банк давайте а кто деньги собирают за мед батюшки отдать нужно вы не последовательны давайте сначала увидим плоды в это вашей проповеди а потом до плодов пока ферсинья ферсинья знает как давать поровну всем поровну по морейку по ложке на ночь спрятать чтобы никто не брал я ваня смотри это не уедет за щеками как бы 400 есть по 200 рублей кто может дать принято полбарка я бы разговаривать не стал скинул у меня больше нет 100 рублей 200 300 700 еще 300 рублей хорошо когда община есть да но еще вот а вот булатов я ничего не делал я только я только могу тебе сказать что на следующее лето я тебя могу взять как и на фу можно сказать спасибо христос тебя батюшка давай ты просто можешь не садили очень хорошие я буду сейчас будет выходить только за ручку не держите а так надежно тучка отрываешь пакет пакет нужно а пакет и есть помолимся пойдем а все да пока скажу сейчас пойдем это базочку как ваша книжка хотел пять минут это дайте ваши евангелие вернулась мне послушать пять минут вы когда-то раздавали евангелие в красной обертке новый завет вот она мне вернулась от священника с церкви на горе я наказал я к нему приехал просто у него там детишек куча но но я ему там привез что-нибудь там дишкам передать ну иначе с ним общаться он говорит давал мне времени говорит мало договорит вы уложишься в пять минут от игра чего времени там у меня молебен час в один часов на молебен там ослужить то есть молебен он в концовке не ослужил мы с ним проговорили сотрить то есть все время разговаривали христи приходе вообще как вот я посещаю общину почему посещаю из-за чего сейчас к ним туда ни при не пришел вот молебен он не провел и потом мне благословил горит на у тебя писание колешь ты уж начал и дает я взял я не знал что это с нашего прихода а как вы знали что я потом когда уже открываю там визитка но мы такие кладем только чуть-чуть чтобы торчала она же запала вот она у меня вот так вот она сделала круг и вернулась николай первый ездил один и хущер никаких охранников не было но он едет и через какой-то там поставил и двор ему лошадей переприкли ну видно что государь то но посмотрел это что за книга ангарти в ангеле а где считаете на деяние апостола там 5 глава я взял там отвернулся что-то посмотрел ладно положи по я обратно едет и опять же к нему а он его заплатил заплатил там ну сколько есть он раза в два больше лошадей поменяли а вот дал ему сверху этого то маленько что-то но маленько то раза в два больше то он государь мог бы побольше тогда ты все это только за деньги все это бужика дома разошелся и все он обратно едет на через тему поехал на пенсии это там генерал живет он от него нет обратно и к нему заехал заехал и говорит ну как у вас дела еще такой не привет его это вот делать сегодня лошадей дает а видно что не расположен то он большего ждал чего-то несердечно да ну да вот это у меня такая трудность там это ребятишки это другое говорит а евангелие читаете вода каждый день считаю где считаешь что он говорит ну мы с пятой главы как вы отъехали считали да я посмотри вангел он открыл а он положил там ассигнации нескольких на которые можно прожить его детям еще я увидел только как как мелко задрожали плечи император выпустил голову лгут везде лгут и здесь лгут он на том месте где считать дальше больше вам где ты откроешь и увидишь там миллионы по нашим деньгам миллионы а он даже не открыл и вот так евангелие бросил вот и все вам тоже кое-что заложили туда а вы не считали не знаете на валите вы бы даже увидеть как господь располагает вам сердца молите чтобы он бог это открыл и что такого обихода забота себе вы никогда нигде не найдете потому что тут не один человек заботиться о вашем будущем достойная всякого истину моложи тетя богородицу пристно блаженную и претипорочную и матерь бога нашего чистнейшую херуви и слабнейшую без сравнения серафим безыстрения богослово рушую сущую богородицу тя величаем игнать тихоныч просим вас помолиться валентина помолюсь сотвори молитву поблагодарю бога я просто степлю сильно очень хорошо господи все милости благодарю тебе за то что мы тут собрались что игнать тихо нас тут собирает нам всем тут хорошо тут рождается добро и детям всем помогаем и окружающим друг другу помогаем обо всем насущным говорим за это господи благодарим спасите спасибо тебе господи так закрывайте находите покрывала водника закройте еще